Всем привет! Сегодня у нас видео о косметике долгожданное. Кто меня это все ждал и просил. Расскажу о средствах, которыми у меня новые появились, чем сейчас пользуюсь, что-то хорошее, что-то не очень. Так что давайте приступим. Давайте начнем с средств для волос. Вот такая классная штука. Если мне это подсказал парикмахер, я не знала вообще существования такого. Это фирма Milkshake. Она есть, кстати, в России, в Украине я видела в гугле. Здесь в Турции она продается. Я заказывала на Trendy Oil и Hepziburada. И даже в аптеках, в обычных косметических отделах, в аптеках это тоже есть. Но я думаю, в аптеках это в Турции будет самый дорогой вариант. Еще у них, у этой фирмы Milkshake, у них классная, хорошие отзывы. Я в интернете видела, думаю, купить термозащита есть. В следующий раз, как мая закончится, я куплю вот этой марки. Вот этот баллончик стоит в районе 50-60 лир. Это 250 рублей. А термозащита 200 с чем-то лир. Это, наверное, где-то 1000 рублей это будет стоить. Что это такое? Это пенка. Но это замена серебряному шампуню фиолетовому для блондинок, желтизну убирающему, маски, бальзаму, как хотите называется. Можно этим всем не пользоваться. Почему минус какой шампуней? У меня фирмы Кёэн классный, да, дорогой шампунь. И простой уход и серебряный в том числе. Но они сушат волосы. Все серебряные вот эти фиолетовые оттеночные шампуни от желтизны волос, они все очень сушащие. А у кого волосы, в принципе, такая структура не очень жирная, да, или там в зимнее время, это довольно-таки не щадящая история. Концы, все волосы тоже сушатся. И они очень сильно, кстати, это краска, скажем так, да, эффект засирит, скажем так, да, холодит оттенок. Он становится такой грязный, потасканный, не блестит, красиво переливается. Как мне мастер объяснял. Так вот, придумали такую пенку. Это пенка для волос. В ней нет никакого липкого эффекта. Это несмываемая пенка. Она выливается здесь таким же фиолетовым немножко оттенком. То есть ты помыл волосы. Обычно с бальзамом для волос, кондиционером, с шампунем, да. Когда ты уже снимаешь полотенце с волос, ты наносишь вот эту пенку. Она немножко оттеночная. Руки даже особо не красят, честно говоря. Просто распределяешь по всем волосам, сушишь, смывать это ни в коем случае не надо. У них есть на ютюбе видео этой фирмы. Можете посмотреть, как эта пенка работает. Там есть манекен, у него желтые волосы. И там нанесли одну прядь, и прямо видно, что она такого холодного стала оттенка. Немножко-немножко красиво. То есть убирает желтизну, при этом сами волосы сильно не окрашиваются. И никакого фиолетового, там, синего, середнего оттенка на волосах прям по минимуму. Мне нравится это средство. Да, действительно, я заметила, я не понимала, в чем проблема. Например, фиолетовый шампунь сушит волосы. Реально. Они у меня прям такие суховатые были по всей длине. А вот с этой штукой, кстати, классно получается. Дальше к теме волос... Волосов. Дальше к теме волос. Это термозащита. Ну, это Чи, да, фирма называется. Volume Booster. На самом деле, особого объема эта штука не дает. Это для вот таких волос, как мои. Тоненькие, их много, но они тонкие. И легкие довольно-таки, да. Но при этом из-за своего... То, что их очень много, они мне стянут. У меня проблемы всегда с объемом. Мне тоже мастер один посоветовал волос. Парикмахер. Никогда раньше не пробовала. Заказывала тоже в интернете. Вроде бы на Триндиоле она есть. Это просто термозащита. Мне вообще сказали всегда, говорит, любые тонкие волосы, если это не как турецкий плотный волос, черный, блондинистые, тонкие волосы, кудрявые, в том числе, склонные к сухости, обязательно в использовании термозащита. Если ты утюжки и фен используешь, и даже летом термозащита, если ты даже без фена используешь, просто от солнца. Солнечная защита, вот у Estelle, например, у меня есть такой спрей. Ну, по сути, это та же история функции, как термозащита выполняет. Так вот, неплохая штука. Не утяжеляет никак, не склеивает. Немножко запах, аромат какой-то придает. Я этим даже стала пользоваться для ребенка. Просто феном сушу зимой, холодно, да, чтобы не простыл. В общем, неплохо пахнет, приятно. Такой какой-то супер разницы я не замечаю. Волосы никак не спутывает, не склеивает ничего. Вот у меня от Matrix была термозащита, мне она не нравилась. Там прям какой-то запах алкоголя активный был. Она прям, короче, неплохая. Ничем таким прям лодкой химозной немножко, да. Но не супер какой-то приятный аромат, в том плане, что ну и не алкоголем пахнет. Неплохая, мне нравится. Я бы даже повторила. Давайте дальше продолжим по уходовым средствам. Вот от Аравия вот этот крем. Я вам показывала в распаковках с Вайлберс. Кстати, напишите, вам нравится видео с Вайлберса, что покупаю. Если надо будет, я еще сниму. Это крем-корректор Азелаиновый. Это крем реально рабочий. И Аравия, я еще заказала у них пилинг домашний 18% на этой же серии для проблемной кожи. Посмотрим, как он будет. 18% это вообще не катастрофа, можно и дома попробовать, да, будет. Но я его, наверное, возьму с собой, когда пойду к косметологу, покажу. И что он вообще про него скажет, покажу его. Так вот, крем рабочий. Это для супер жирной кожи в летнее время, я бы назвала. Если кожа с акне, но сухая, только точечно на зону воспаления или проблем на эти участки. Жестко матируют. Прям вот нанесла и сразу, ну тут кислоты, чего вы хотите, да. Я один раз на все лесу такая, нифига себе. Для меня даже для комбинированной кожи в зимний период это too much. И я наношу его только участками, где мне это что-то нужно, да. Какие-то зоны боли, которые там жирнятся, например. Только вечером, естественно. И нам рекомендация даже наносить два раза в неделю, им пользоваться точечно желательно. Да, они пересушат кожу просто вмиг. Он моментально работает. Два нанесения, все, прыща уже, короче говоря, нет. И у них еще что-то такое же средство есть в ролике, точечное тоже. Ну, это как крем, по сути, там состав очень похожий. Почитайте. Короче говоря, штука работает, но с ней аккуратно. Там кислот не маленький процент. И очень сильно матирует. Вот, ну честно, я бы посоветовала у кого, капец, как, не знаю, гормональный переполох, сальные железы, подростковые дети, у кого прыщами строят, именно жирная кожа, да. Это что, ребенок не успевает, он нормально обрабатывает. И поры засоряет вот этот кремик. Раз вечером пользуетесь, несколько раз в неделю, поверьте, ситуацию намного, прям поры подстягивает. Реально, рабочая штука, я вам советую. К теме кислот, я вам показывала в покупках, но начала сейчас пользоваться этим тоником, потому что еще пока что, скажем так, у нас зима. Это Белленда фирма. Акне, дерматологи, антиэйк, акне, тоник, ликвиз, желт, короче, это тоник для лица с кислотами. Для кислотного средства очень приятно пахнет. Какими-то, знаете, у меня в детстве была какая-то пена, знаете, в виде Барби, такие флакончики были, кукла, а в юбке у нее пена для ванны или шампунь откручиваешь, и там как бы это жидко. Вот у меня также такой шампунь был в 90-е в детстве, так же вкусно пахнет. Ну, легкий-легкий аромат каких-то цветочек. Потрясающий тоник. Вот, посмотрите, название тоже заказывала на Вайлберисе его когда-то. Крутой, здесь у нас сколько миллилитров? 250, я его по рекомендациям с ютуба увидела какого-то в ролике, всем советую. Классный тоник, хорошо монтируют, быстренько подщипывают, скажем так. Тоник, кто хотел себе с кислотами, не покупайте супердорогущие какие-нибудь там. Вот, прекрасная альтернатива, задешевая, с хорошим составом. Здесь у нас еще пантенол идет заживляющий в составе, азелаиновая кислота, вот она. И, кстати, вот в этом креме, который Аравия, тоже эта кислота идет, она мне очень хорошо подошла. И последнее из ухода, такое подороже, здесь у нас маска, это маленький пробничек у меня. Это маска от Сюзанна Кауфман, может, увлажняющая маска. Здесь у меня 15 миллилитров, не очень много. Я, она мне попала в бодибэк в Культбьюти, она продается на Культбьюти, может, в каких-то других магазинах тоже она есть, я думаю. Ну, я там заказала ее себе в полном формате, здесь у меня немножко осталось. Немножко медицинский, немножко, знаете, на что напоминает? Такие ароматы легкие, типа Лаура Мерсье в кремиках у них, это Шарлотт Тилбори. Они вот так слегка какими-то цветочками попахивают. Очень похожий аромат, ненавязчивый абсолютно. Боже, какая крутая маска! Я вообще как бы такая, что? Я ее купила сейчас в полном формате, у них на Культбьюти на сайте. Тем более, у них недавно была Гуди Бэк. Я такая, ну окей, купим вот эту маску. Она мне очень-очень понравилась, просто крутеска. Это, знаете, ощущение взбитой-взбитой сливки, видите? Она не просто крем, она взбитой-взбитой сливки. Мне хватает, она очень плотной взбитой сливки. То есть, скажем, подчерпываю вот этой лопаточкой, знаете, типа патчи там доставать из баночки у меня осталось. И для крема и вся такого. Я вот одной этой лопатки на все лицо. Я не знаю, она не сливки маска, я не думаю, что она забьет там поры, даже для жирной, например, кожи. Это как будто такой наносишь влажный, такой питательный, крутой, хороший, питательно-увлажняющий крем. Но когда ты смываешь... Я вообще ничего от нее не ожидала от этой маски. Вот пока не попробуешь, реально. Не попробовала, никогда бы не поверила и там не купила, вот прочитав там какие-то... Вот она там увлажняет, ну и, господи, их маска, каждой маске такое пишут, такую рекомендацию. Боже, кожа просто бархатная! Вот я, короче, делаю кислотный уход, тоником протираю, ну умылась. Протерла тоником или там тоник с ретинолом у меня идет, неважно какой. Или там, например, с кислотами у меня есть средство, потому что в Свалбрисе заказывала, типа, аля, такая маска на одну минуту. Просто успокоила кожу, подтянула, подсушила, я наношу вот эту маску. Где-то минут на 20-25 могу оставить ее. Потом пошла ее смыла, кожа просто великолепно бархнута. То есть я подсушила эту историю всю, подзакрыла кислотами, и потом вот этим увлажнила прекрасно. Все, я уже тогда, например... Она еще, знаете, не оставляет жирного какое-то ощущение на коже, когда ты ее смываешь. Я могу иногда легким кремиком еще, если это на ночь история намазать, нанести. Если это днем, то я уже под нее не использую после этой маски никакого крема. Но реально кожа просто мягенькая, бархатная, приятная, просто супер шикарная. И вот опять новый мой любимчик, мне очень понравилось. Плавно из ухода переходим к небольшим новостям о бровях и декоративке. Помните, я вам заказывала такой Диваж, это сыворотка для роста ресницы бровей. Ни черта не работает, ни на бровях, ни на ресницах. Здесь не очень удобная щетка, ощущение, что средство вообще-то... Вот оно как бы есть на щетке, когда наносишь, не переносится оно никак конкретно на брови. Я в основном брови этим пользуюсь. Ну, короче, ни о чем вообще средство, одно название. Конечно, второй раз я дамажу, может быть, скорее всего, выкину клету уже, она мне... Она вообще, короче, ни о чем, ничего не делает. И это разочарование номер два. Да, Диваж их гель для бровей, оно уже быстренько так замарался, он очень быстро расходуется. Видите, уже там прям довольно-таки вот много нет. Это трындец, девочки. У него, во-первых, очень-очень маленькая щетка. Она просто, видите, нереально маленькая. Здесь один, два, три, четыре с половиной поворота этих... Она спиралькой такой идет, волосинок. Это что вообще? Это вот так вот стоять долго-долго-долго-долго. Окей. И она такая лысая, такая маленькая, что оно мало захватывает средство. И его постоянно ты-дын-ты-дын, ты-дын, вот это вот все происходить, эти движения. И оно ни черта не держит. Оно не засыхает, оно потом минут 15 сохнет. Вот я условно накрасилась бы, ну, быстро там тонак, там, например, какое-то средство, там, сиси-крем. Я тушь румяна и брови уложила. Брови я, правда, с самого начала, да, там, тушь, что-то, ля-ля-ля, минут 10 проходит. Я побежала быстрее, ну, что там, одеваться, например. Сейчас зима, вот эти кофты какие-нибудь. И у меня что? У меня все брови обратно вниз. Как я одевала кофту? У меня вот так вот все, вниз опустилось. Поднимите. Я опять бегу переделывать макияж обычно брови. То есть это мне опять этим гелем я зачесываю, короче, я заколиваю. Оно вообще нифига не фиксирует. Тут надо долго ждать. Ой, короче, отвратительно. Не советую ни то, ни то. Пожалуйста, не пользуйтесь. И вот эти два карандаша для бровей тоже не советую. Я вообще поняла, что вот эта история с карандашами вот такими треугольными. Они очень жирные и толстые. Это абсолютно два разных бренда. Я тоже на Валберсе заказывала, что я вам говорю, не покупайте деньги, даже там 150 рублей своих не тратите. Броу Академия называется. 18 часов стойкости. Фуфло полное, не верьте. И второй карандаш фирмы Eyebrow Pencil фирма... Ой, тут что-то без названия. Тут просто написано фирмы. Ресночек, видите? А просто карандаш для бровей по-английски написано. Формула Байброуза, линк, инк какой-то там, Каспер, тра-ля-ля, USA. Короче, неважно. Не будем вдаваться в подробности, но суть одна и та же. Во-первых, оба карандаша довольно-таки темные. Вот это понятно, я вообще как будто с перепоек какого-то заказывала. Но, в принципе, грифели очень похожи. Видите, по оттенку карандаш вот этот темнее, но грифели, они очень похожи. Давайте сделаем две полоски. Слушайте, даже вот этот светлый, он темнее. Вот это то, что темное, это вот этот светлый нарисовала. Вот этот второй. Послушай немножко. Короче, они оба толстые, это неудобно. Во-вторых, просто бровь воно вот так вот рисует. Волоски ничего не нарисуете. Во-вторых, они очень мягкие, жидкие. Щетки вот эти беспонтовые, ничего не расчесывают. Они очень быстро размазываются. То есть я нанесла. Мне надо, чтобы посушить. Я беру вот этот там, например, гель для бровей, да, начинаю им расчесывать. И мне за ним тянется вот это накрашенное все. И здесь у меня полоски уже вырываются лысина от того, что проплешина по цвету идет. Потому что оно нестойкое. Короче, это как такая. Мазня. Это все вокруг грязное. Короче, вот эти карандаши не покупайте. Не тратьте денег. Какие бы у вас брови не были. Они слишком мягкие, слишком темные. Вообще не фиксируются. Какие тут 18 часов. Брехня полная. Но они стоили 3 копейки. Ну, бывают же средства дешевые, но хорошие. Не та история. Вообще не советую. Вот я их, наверное, не знаю, куда я их выкинула. Ну, нереально этим пользоваться. Просто гэ. И я... У меня еще есть толстый такой же треугольный карандаш от Диваж. Я заказывала. Я им попробую попользоваться. Я им еще мало пользовалась. Тоже вам дам на него рецензию. Может, у хорошего окажется. Ну, что-то сомневаюсь. Вот история с треугольными карандашами. Как-то мимо. У меня также был от этого Benefit. Треугольный такой карандаш в серебряной этой ручке. Тоже фигня полная. Он там хоть и тоненький, ни о чем вообще этот карандаш. Не такой ужасный, как эти, но тоже неудобный. Вот такая история. Девочки, пишите, что у вас новенького, что вы покупаете. Интересно, если вам видео о косметике, ставьте обязательно лайки. Такие видео вообще понижают рейтинг моих видео на канале. Когда ты снимаешь по одному рейтингу, да, просматриваемыми, когда-то просто никто это видео не смотрит. Автоматически снижается рейтинг просмотра. Предложка идет у YouTube, у всего канала. Но все равно. Мне это для души. Мне нравится. Девчонки, так что пишите ваши комментарии, о чем вам поснимать. Что у вас новенького по косметике. Скоро видео будет о косметике еще. Спасибо за внимание. Всем пока.